Владислав, в октябре прошлого года вы анонсировали, что в этом году появится полторы тысячи новых пятерочек. Планов удается придерживаться и где происходит основное открытие? Да, мы точно придерживаемся планов и возможно даже мы их откроем чуть больше чем полторы тысячи. Понятно, что основной приоритет у нас развития это центральные регионы, также мы открываем много магазинов на Сибири и конечно Дальний Восток. На новых территориях как себя сеть чувствует? Есть ли какие-то особенности, к которым приходится подстраиваться, учитывать, чего может быть раньше не было? Если мы называем новую территорию Дальний Восток, то чувствуем мы там себя довольно уверенно. Мы уже перешагнули за цифру в 150 магазинов. Мы недавно вышли в еврейский автономный округ и в следующем году выйдем в Амурскую область. То есть мы рассчитываем уже к концу года иметь больше 200 магазинов на Дальнем Востоке. Магазины показывают хорошую плотность продаж, мы видим большой интерес к нашей экспресс-доставке. У нас одна из самых больших долей на Дальнем Востоке в экспресс-доставке. И конечно сегодня мы уже вторые по знанию и по выбору покупателя на Дальнем Востоке, отодвинув многих локальных конкурентов, которые там уже давно. Поэтому мы себя там чувствуем хорошо. Единственное, что пока нас давит эта логистика, мы ее еще выстраиваем. Мы сейчас строим там собственный распределительный центр в Хабаровске. И я думаю, что в 20-м году, когда он откроется, наши затраты на логистику существенно снизятся. Он будет работать вот именно на... Какой ареал получается? Он будет работать на Дальнем Востоке. А середина Сибири там? Это больше, скажем так, уже этим управляет уже Новосибирск. Там мы давно присутствуем. Хотя вот сейчас вышли тоже в два новых региона. И вот сейчас выйдем... Мы вышли в этом году в Забайкальский округ и вышли в Якутию по массе франшизы. Это тоже, кстати, наш первый опыт именно управления целым регионом через партнеров. Там мы открыли сегодня уже пять магазинов и еще до конца года откроем три в Якутии. Вот. И в ближайшее время, где-то в октябре, мы выйдем в Бурятию. Там мы выйдем как через франшизу, так и через органику. Я, когда готовилась к интервью, читала, что когда сравнивали вот после вашего выхода на рынок, у вас цены ниже, чем у местных сетей. Вот насколько сложно там все-таки с логистикой? Потому что этот регион всегда ассоциируется с тем, что туда не доехать, не добраться и вообще очень тяжело все. Ну, там есть, конечно, свои сложности, в том числе поэтому мы его и не рассматривали как выход через органику, потому что очень нужно строить большую инфраструктуру. Плюс с учетом того, что там сегодня отсутствие мостов и закрытие переправ на несколько месяцев останавливает, в принципе, поставки. Поэтому мы выходили через партнера, у которого уже там были другие бизнесы, у которого был собственный там РЦ, который можно было затаривать. Сегодня мы ведем поставки с Красноярского края и, в принципе, вот ждем открытия реакции на Дальнем Востоке, чтобы оттуда тоже пополнять в том числе в Якутске РЦ. Но цены мы держим относительно якутского рынка ниже, чтобы, в принципе, у нас есть такая возможность, тем более, что на моменте раскрутки. И в данном случае, наверное, просто мы используем тот же подход к ценообразованию, как и везде. Мы ценообразуемся относительно рынка, но так, чтобы быть интересным для нашего покупателя. Вы уже сказали, что франшизу будете продолжать, но все-таки вот этот эксперимент, который в Якутске, может быть, какими-то еще деталями поделитесь, как оно происходило вообще, совпали ли ожидания, реальность? Я хочу сказать, что мы, в принципе, и мы, и партнер довольны. Вот буквально мы на днях с ним встречались на нашей выездной сессии, да, разговаривали. Мы будем продолжать это сотрудничество. В наших планах открыть там 35-40 магазинов. И глобально мы понимаем просто, какие нам надо действия поделать, чтобы наша экономика становилась еще более правильной, более интересной. И как для него, так и для нас. Еще раз подчеркну, что для нас это такой первый опыт. Все-таки в других регионах мы просто развиваем обратную франшизу, а здесь мы именно отдали ему полный регион. Планируем ли мы продолжать развивать массовую франшизу в каких-то удаленных регионах? Да. А вот здесь у нас в рамках выставки традиционно много говорят про продукты питания. А что сейчас в пятерочке растет быстрее всего? Какие категории? Ну, если в шутку сказать, то пакеты. Вот. Но если серьезно, то больше всего растет готовая еда. И это тренд, который, наверное, будет в ближайшие годы продолжаться. Мы в него очень верим. Мы, скажем так, начали в это инвестировать еще в 2021 году. Более активно уже в 2022 году. Сегодня уже более половины пятерочек имеют пекарни и кофе-поинты. И мы рассчитываем, что до конца 2025 года, ну, может быть, чуть-чуть уйдем в 2026, мы, в принципе, практически во всех пятерочках появятся пекарни, кофе-поинты и готовая еда. Причем готовую еду мы тоже значительно расширили. У нас сегодня уже, я считаю, отличный выбор и блюд для завтраков, и блюд для обедов. И наши комбы очень пользуются популярностью как в кофе-пекарне, так и в готовой еде. Поэтому растет поколение, которое не очень любит готовить. Плюс скорость жизни, она очень сильно возрастает. И при этом люди хотят вкусно кушать, чтобы это было недорого. Поэтому мне кажется, что самое быстрое, что будет расти, это будет готовая еда. А оно у вас растет. Вы как бы присматриваетесь к тому, что происходит, то есть потребители что делают? Либо вы предлагаете им и смотрите на реакцию? Как чаще всего? Во-первых, мы, конечно, смотрим на тренды. То есть, если появляется что-то, направление, которое мы видим прямо трендом, мы в него начинаем больше инвестировать, в том числе на полки. С другой стороны, мы, конечно, выстраиваем в своем ассортиментную матрицу, исходя из потребностей, то, что хотят покупатели. То есть даете им выбор, какие-то предложения? Конечно. Плюс мы видим, что какие-то тренды. Например, что кофе больше, понятно, покупают в первой половине дня. Соответственно, мы смотрим на пики. Там, где у нас, например, очень высокие пики, мы ставим вторую кофемашину, чтобы сглаживать все-таки волны. Чтобы у людей не было стоять в очереди за тем, чтобы купить кофе. Какие-то такие вещи мы, конечно, смотрим. Но смотрим мы на тренды. Сейчас очень активно выбирают популярность перекуса. И мы видим, что молодежь на это прямо ориентирована. Поэтому мы им уже начинаем предлагать не просто салаты или горячие, а именно перекусы. То, что можно здесь и сейчас. Да, да. И расширяем вот это предложение. Сейчас параллельно с пятерочкой развивается младший брат или, как не знаю, Чижик. Даже вот здесь уже прозвучало не раз. Как ведет себя аудитория сетей? Она у вас как-то пересекается? Отъедаете друг у друга? Как вы существуете сейчас? Ну, мы очень друг друга любим. Да. Чижик насладского называет старшей сестрой. Но, в принципе, если серьезно, то, да, Чижик на слуху. Он активно развивается. Они большие молодцы. Они уже в прошлом году открыли больше тысячи магазинов. Думаю, что в этом году они удвоятся. Ощущаем ли мы Чижик? Конечно, ощущаем. Но при этом мы понимаем прекрасно, что это рынок. Что, в принципе, не мы говорим покупателю, как надо. А покупатель говорит нам, как надо. И задача X5 присутствует просто в предложениях шире, да. Мы понимаем, что hard discount, что, например, супермаркеты – это более такое специализированное предложение. В одном случае это для тех, кто хочет выбора или больше еще каких-то сервисных вещей. А другое – это для тех, кто более экономен и кому не очень важен выбор, но кому очень важна цена. Мы в этом месте находимся где-то посредине для основного покупателя. Мы предлагаем интересные цены. Мы близко. С другой стороны, у нас, в принципе, ассортимент, который закрывает большинство основных потребностей, причем с определенным выбором. И вот это помогает нам, как X5, быть сильными. Ну, если каннибализация, конечно, есть, это, наверное, я не открою ящик Пандоры, да, если скажу, что она есть. При этом наша же задача, чтобы суммарно наш товарооборот становился больше. И мы видим, что мы суммарно зарабатываем гораздо больше, чем, например, если бы у нас не было этого формата. Поэтому, значит, это говорит о чем? Что мы просто привлекаем с рынка дополнительных покупателей, которые до этого, например, не приходили к нам, да, или приходили, но не так часто. Поэтому в данном случае все-таки комплементарно это нас друг к другу добавляет. Вы уже так вскоре вспомянули, но все-таки, если еще раз резюмировать и коротко, ближайшие фокусы вашей команды основные, что в приоритет ставите? Вы знаете, первый, наверное, самый главный фокус, как ни странно, это будут люди. Потому что сегодня, конечно, огромный дефицит людей на рынке, я имею в виду персонала, да. И с этим сталкиваются все, не только мы, но и производители, ну и другие любые, я думаю, и строители. Потом очень много идет перераспределения, да, сейчас растет постоянно количество требуемых курьеров, потому что онлайн растет семимильными темпами. Поэтому, конечно, мы будем работать с тем, чтобы, во-первых, подбирать более качественных людей, их удерживать. Во-вторых, будем работать надо автоматизацией, роботизацией и еще такими вещами, чтобы нам, в принципе, не нужно было настолько увеличивать с нашей органикой количество людей, необходимых нахнули. И, да, наша задача, понятно, сдерживать рост людей по мере органики, да. То есть, если раньше там пропорционально увеличивалось, то сегодня уже это точно идет непропорционально росту сети, но при этом, как бы, мы становимся более эффективными. Второе, как я сказал, уже это онлайн, который будет по-прежнему дальше расти и набирать обороты, люди будут все больше становиться омниканальными. И здесь тоже наша задача, с одной стороны, давать людям возможность быстро и качественно, ну, быстро заказывать, получать качественные продукты и, соответственно, хороший сервис, при этом постепенно выводя онлайн в положительную экономику и делая его прибыльным. Ну, и третье направление – это готовая еда, потому что это тоже очень большой тренд, в который мы будем точно инвестировать, и который сегодня, он находится, мне кажется, еще в начале пути. И я думаю, что через несколько лет это, возможно, уже будет вообще, наши магазины, возможно, вообще будут выглядеть по-другому. Ну, а как ваш покупатель, я желаю вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.